Вместо фундамента сваи, вместо кирпичей соломенные блоки. Двухэтажный яркий особняк в отдаленной деревне Переслегина известен на всю округу. Им интересуются и опытные строители, и простые жители. Юрий Ермаков спроектировал дом сам. Главное его достоинство – экономия и тепла, и денег. Вот если посмотреть на этот подоконник, он шириной метр. Это как раз здесь лежит соломенный блок. Если переводить на кирпичи, то это пятиметровая кирпичная стена. Представляете? А в ценовом соотношении? Ну, посчитайте, если один кирпич стоит 25 рублей, а один соломенный блок, вот этот, стоит всего 70 рублей. Семья Ермаковых переехала в Переслегина из Москвы 10 лет назад. Купила деревянный дом. Юрий рассказывает, обогрев старой бревенчатой избы обходится дорого. Вот и решил построить экспериментальный, но более теплый и экономичный вариант. Вот такой вот у нас соломенный блок. Строительство необычного дома началось в августе прошлого года. Тогда хозяин будущего соломенного особняка вместе с ученым Владимиром Цельмовичем решали, как адаптировать экологическую разработку к ярославскому климату. Уже к ноябрю тысячи кирпичей из ржаной соломы, подобно детскому конструктору, легли в подготовленный деревянный каркас. Рабочие возвели крышу. Теперь Юрий занимается внутренними коммуникациями. Обогревать дом площадью 120 квадратных метров планирует инфракрасными лампами. Мощностью 1,3 киловатта. И этой мощности достаточно для того, чтобы обогреть вот это все помещение. В таком доме, утверждает проектировщик, комфортно и зимой, и летом. Солома способна долго удерживать тепло. На улице сейчас примерно минус 10. Несмотря на то, что в доме не работает ни один обогреватель и печки тоже нет, термометр показывает около нуля. Кстати, часть мебели в доме Ермаковых тоже будет из соломы. А еще будет соломенная баня и оранжерея. К следующему визиту нашей съемочной группы хозяин обещал подготовить точные данные о затратах энергии. Наталья Парфентьева, Александр Кужель. День в событиях. Продолжение следует...